Добрый вечер, в эфире «Вести» Карачао-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в заседании стратегической сессии, посвященной повышению инвестиционной привлекательности СКФО. Полпред Юрий Чайка отметил, при личной поддержке председателя правительства России Михаила Мишустина и вице-премьера Александра Новака, многое делается для роста экономики и инвестиционной привлекательности регионов Северного Кавказа. В модель экономического развития Карачао-Черкесии, утвержденную правительством России, включены пять приоритетных направлений. Реализация инвестпроектов в этих сферах рассчитана до 2030 года, что позволит создать более 10 тысяч рабочих мест, отметил Рашид Тимрезов. Выплата детских пособий своевременно данную тему подняли во время прямого эфира главы Республики Рашида Тимрезова. Так есть ли конкретная дата выплат детских пособий? В этом году порядок и сроки выплат немного изменили. Родители получают соцпособия напрямую с Фонда социального страхования и Пенсионного фонда России. Дата выплаты зависит от категории пособия и сроков предоставления необходимых документов. Какие же числа, перечисляя детские пособия, узнавала Альбина Курачинова-Кенжева. На недавней прямой линии с главой Республики поступил вопрос от многодетной мамочки, жительницы Усть-Джугуты Фатимы Дудовой, подать выплаты детских пособий. Вопрос, почему задерживается финансирование детских пособий? Просьба главе Республики установить фиксированный период получения детских пособий в определенный день, либо в строго определенные числа месяца. Насколько я понимаю, задержек у нас нет, есть определенное время установлено. Я бы хотел, чтобы прокомментировали коллеги из правительства. Задолженности перед семьями с детьми у нас нет. В настоящее время мы в этом месте ждем дополнительные средства из резервного фонда правительства Российской Федерации. На споряжение признательного правительства Российской Федерации подписано. В ближайшее время средства мы получим, профинансируем и доложим вам. В Министерстве труда и социального развития министр сообщил, никаких задержек по выплате не имеется. Все социальные пособия поступают в срок до 26 числа каждого месяца. В соответствии с поручением главы Карачао-Черкесской республики Рашида Борисбевича Тимлезова все выплаты осуществляются в соответствии с нормативно-правовыми актами в течение месяца без задержек и задолженности. Я хотел бы довести до всех мамочек наших телезрителей, что ни в одном субъекте на сегодняшний день фиксировано даты назначения выплат нет. Специально я сегодня еще раз очередной раз обратился к своим коллегам-министрам соседних субъектов к министру Республики Адыгея, Ставропольского края, Кабартирам Балкарии и Северной Осетии Алания. Они тоже подтвердили, что, к сожалению, несмотря на многочисленное обращение, установить одну дату назначения и отчувление выплат не получается. К примеру, Адыгея платит к 25-му числу, Осетия к 22-му, Кабардино-Балкарская республика с 10-го числа текущего месяца до последнего дня месяца. Все выплаты произведутся до конца недели, заверили в министерстве. Вся необходимая работа в настоящее время ведется. Мы считаем, что завтра, посезавтра мы денежные средства направим в муниципальное образование. До конца недели все получатели, все семьи с детьми получат оставшиеся выплаты. Альбина Курочинова-Кенжева, Мухаммед Ошибоков, Вести, Карачаева, Черкесия. В Макеевку, второй по величине город ДНР, отправился очередной гуманитарный груз от Карачаева-Черкесии свыше трех десятков тонн продовольствия, воды и новогодних елок. Основой груза составили сладкие детские и новогодние подарки для малышей Донбасса. Свыше трех тысяч наборов живые елки для создания атмосферы приближающегося праздника, а также питьевая вода и продовольственные наборы. Подарки от Карачаева-Черкесии уже прибыли по месту назначения. Особые слова благодарности сенатору Совета Федерации Ахмату Салпагарову и МЧС России за то, что подарили праздник жителям Макеевки в такой непростой период. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok обеспечить равную доступность и качество услуг. С открытия кадрового центра репортаж Аллы Динаевой. Обновленный центр занятости встречает посетителей и гостей в просторном зале, где был проведен капитальный ремонт в едином стиле, утвержденным Министерством труда и социальной защиты России. Заместитель председателя правительства Карачаева-Черкесии Ирина Гербекова приехала разделить радость сотрудников центра занятости Черкесска и отметила, что это самый крупный центр в республике, и поэтому на вас ложится основная нагрузка. И очень приятно, что в таких современных условиях вы будете теперь работать, добавила Ирина Дешаовна. Поздравляем нас всех с тем, что у нас сегодня вот такое приятное событие открывает современный центр. Это новый стиль работы, это модернизация всей службы, о которой уже было сказано. И в том числе это реализация национального проекта демографии, то есть мы исполняем поручение президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Это национальный проект в действии. Модернизация этой службы в современных условиях, это очень важное обстоятельство, которое поможет жителям нашей республики решить какие-то свои жизненные ситуации, найти новую работу, пройти какое-то переобучение, подобрать для себя новые форматы дальнейшей жизни. О работе и новшествах модернизации кадрового центра «Работа России» собравшимся рассказала начальник одного из отделов Елена Жадькова. Услуги у нас оказываются по принципу одного окна. Помещение разделено на зоны для приема граждан. Посетителям специалисты центра занятости помогут в поиске работы, предложат профессиональное обучение, а также пригласят на ярмарки вакансий и другие мероприятия. В настоящее время взаимодействие специалистов службы занятости с гражданами и работодателями осуществляется на единой цифровой платформе «Работа России». Наша служба станет персональным консультантом для каждого, говорили выступающие. Заместителя председателя правительства и журналистов республиканских средств массовой информации ознакомили с работой всех отделов. Рассказали и о сегодняшней ситуации на рынке труда. На сегодняшний день в Центр занятости населения по городу Черкесску обратилось более 3,5 тысяч человек за поиском в подходящей работе. На сегодняшний день в качестве безработных зарегистрировано 290 человек. Эти граждане состоят на учете, находятся в активном поиске работы, получают пособие по безработице. Вакансии заявлено работодателями более 900. То есть это свободные рабочие места, на которые граждане могут трудоустроиться. Востребованными остаются работники сферы образования, медицины и рабочие профессии. В обновленном кадровом центре посетители могут получить как помощь в трудоустройстве, так и освоить новую профессию. А основная задача сотрудников Центра занятости, как и прежде, одна – трудоустроить и сделать так, чтобы довольными остались и работник, и работодатель. Аладдинаева, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесии. На территории Карачаево-Черкесии проходят профилактические мероприятия, направленные на пресечение бесконтрольного выпаса домашнего скота. Для нашей республики, как сельскохозяйственного региона, серьезная проблема является ДТП с участием домашних животных, оставленных без присмотра. Люди травмируются и погибают в подобных автоавариях. Автомобилистам и самим безответственным хозяевам скота наносится материальный ущерб. Так, с начала этого года на территории Карачаево-Черкесии произошло 121 ДТП с участием бесхозно пасущегося скота, в которых один человек погиб, 20 получили травмы. Выпас скота должен осуществляться в строгом соответствии на территориях определенных главных муниципальных образований и под наблюдением владельцев животных или уполномоченных ими лиц. Передвижение сельскохозяйственных животных осуществляется по определенному администрациям и сельских и муниципальных образований маршруту, также под наблюдением их владельцев. Невыполнение требований этого закона влечет административную ответственность. В связи с этим просим вас не нарушать требования закона и соблюдать их в строгом соответствии. Скоро Новый год, пора чудес и выгодных акций. Для каждого это время года приносит всем тепло и ощущение сказки. Осознанно или неосознанно, но все ждут подарки. Помогут сделать правильный и выгодный выбор в магазине бытовой техники электроники Черкеска «Поиск» на улице Ленина, 179. У них уже началась акция «Щедрая рассрочка». Альбина Аламкова расскажет подробнее. Когда много разного товара, это хорошо. Но как сделать верный выбор? Здесь нужен хороший продавец-консультант. В магазине бытовой техники электроники Черкеска «Поиск» работают именно такие. Тут два этажа техники. Квалифицированные консультанты объяснят, покажут и расскажут, как правильно пользоваться своей будущей покупкой. А в преддверии праздника еще и выгодные новогодние предложения. Одно из них – акция «Щедрая рассрочка». Без первоначального взноса процентов и страховки. Акция распространена на все группы товаров – телевизоры, ноутбуки, холодильники. Приходите, выбираете любую группу товаров. Это холодильники, стиральные машинки, телевизоры, телефоны, ноутбуки. И если у вас есть паспорт с собой и желание, то можем оформить. Сотрудничаем с двумя банками. Это ОТП и Совкомбанк. И тот и тот банк предоставляет такую рассрочку. Также у нас есть новогодняя распродажа акции. На 80% товаров у нас идут скидки. Также у нас есть еще при покупке двух товаров можно получить третий товар в подарок. То есть главное условие можно уточнить у продавца. В магазине бытовой техники и электроники Черкеска поиск. Есть еще возможность оформить айфон в рассрочку. Беспроцентовый переплат. Приходите уже сегодня. Вас ждут по адресу город Черкесск, улица Ленина, 179. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. В преддверии новогоднего праздника в Черкесске работает рыбная ярмарка в доме предпринимателя на Горького, 8, и завершится она 23 декабря. Большой ассортимент рыбы, морепродукты, красная икра. Светлана Шаганова расскажет подробнее. Зимой стоит укрепить иммунитет. Рыба и морепродукты в рационе просто необходимы. Это источник витаминов, ценных омега-3 и омега-6. И поможет в этом российская рыбка из богатых водных ресурсов Камчатского края. Лучшие деликатесы перед вами на прилавке. Царицу лососевых – это чавыча, кижуч, горбуша, и селёдка, и скумбрия, и брюшки у нас. Всё как обычно. Всё для Черкесии и для Карачаевой Черкесии, которых мы очень-очень сильно любим. И всегда сюда приезжаем с удовольствием, привозим наисвежайшую рыбку и очень вкусную рыбку. На ярмарке вы найдёте всё самое вкусное и полезное. Здесь – тихоокеанская крупная рыба семейства лососевых – кижуч. Его коптят исключительно на натуральных опилках. Белорыбица богата йодом. Наивкуснейший – палтус. Ну и как же без чавычи, сёмги, горбуши, киты и скумбрии. Большой выбор консервов. Украшение любого торжества – красная икра. Рассыпчатая, цельная, одним словом, настоящая. Свежая икра этого года, очень вкусная, сухая, не жидкая, не водяная. Консервы у нас Камчатка. Мы не возим наши консервы, возим только Камчатка или Прибалтика, или Приморский край. Консервы тоже все вкусные, хорошие, с большим сроком. Приглашаем всех на нашу рыбную лавку. Найти рыбную лавку очень просто. Дом предпринимателя на Горького, 8. Вход со стороны республиканской стоматологии. Мимо такой аппетитной рыбки пройти невозможно. Успейте до конца недели заглянуть в рыбную лавку. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Это все Вести. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Дама с собачкой». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова